Вчера в нашей стране отмечался День памяти солдат, погибших в чеченских компаниях. Именно в этот день, 11 декабря 1994 года, в соответствии с указом Бориса Ельцина, для восстановления конституционного порядка на территории Чечни были введены войска. Около полутора тысяч наших земляков стали защитниками мирного населения Чеченской Республики, исполнив свой гражданский и воинский долг. В память о невернувшихся с войны около вечного огня был проведен митинг. В парке «40 лет победы» Славянска-на-Кубани в День памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне состоялся торжественный митинг, посвященный этой трагической дате. Представители администрации, ветераны боевых действий, молодежь и общественность пришли сюда, чтобы отдать дань памяти и уважения всем, кто прошел через гранила той страшной войны. Ее жертвами стали десятки тысяч людей, в том числе и из Славянского района. Путь войны всегда страшен. По трагическому пути Чеченской войны прошли и наши земляки, жители нашего Славянского района. 17 из них не вернулись с поля боя. Мы храним в сердце память о них, как о мужественных людях, выполнивших свой воинский долг. Ветераны боевых действий в Чечне до сих пор не могут забыть подвиг солдат и офицеров. Мир и благополучие были завоеваны огромной ценой. И мы не вправе забывать именно тех, кто отдал свои жизни за восстановление мира. Сегодня мы, ветераны боевых действий, родные и близкие этих ребят, вспомним им имена на проводимой панихиде в Свято-Успенском храме. Я хочу напомнить вам поименно этих ребят. Это Николай Радьков, Андрей Ливеровский, Виталий Матвиченко, Денис Грачев, Александр Губанов, Александр Голосовский, Сергей Таранец, Вадим Бухарский, Андрей Лыхин, Андрей Гаврилов, Александр Федоров, Юрий Гордеев, Дмитрий Целовальник, Сергей Чередниченко, Родион Федосеев и Павел Ступин. Память погибших участники митинга почтили минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалам. Анна Моностренко, Константин Моностренко, программа «События».